Но тем временем в этом году, как и в предыдущий, от паводковых вод подтопило взлетно-посадочную полосу в Зырянке. Однако воздушное сообщение со столицы республики не остановили. Правда, тарифы стали дороже, а маршруты длиннее. Наталья Ломанова продолжит. Взлетно-посадочная полоса Зырянки опять под водой. Самолет в такой ситуации принять невозможно. На время большой воды только вертолет является спасением. Впрочем, и для взлета-посадки Ми-8 места осталось мало. Самолет вылетит с Якутска, заправится в Усть-Нерри и прилетит до Сыни-Колымска. Мы, в свою очередь, на плече Зырянка-Сыни-Колымск увезем людей вертолетом. У нас тоже затоплено, поэтому у нас тоже тут своя стыковка. То есть мы людей зарегистрируем в перевозках и увезем их на вахтовках на 9-й километр в наш запасной аэродром. Каждый год специально для таких рискованных периодов предусматриваются дотационные вертолетные рейсы. Например, коммерческая цена перелета Зырянка-Средний-Колымск составляет сейчас немногим более 20 тысяч рублей. Дотационная в 4 раза меньше, но все равно дорого. Впрочем, жители Верхней Колымы давно уже приняли данную ситуацию как неизбежную. При планировании авиаперелетов стараются учитывать природные коллизии и без особой надобности в это время не летать.